Конституция Российской Федерации – это основной документ страны, в котором полный список главных правил, которые установили для себя граждане Российской Федерации. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляет законодательные основы конституционного строя России. Указом президента Бориса Ельцина 12 декабря было объявлено государственным праздником. В течение 12 лет День Конституции был выходным, а с 1 января 2005 года остался лишь памятной датой. На информационном портале города Рассказово мы опубликовали опрос, в котором решили узнать мнение пользователей о возвращении выходного в День Конституции Российской Федерации. 12 декабря – День Конституции. Нужно ли вернуть выходной в этот день? Большинство интернет-пользователей, а это 42%, склоняются к мнению, что ничего возвращать не нужно. Праздников и выходных предостаточно. 33% участников опрошенных считают День Конституции важным для страны и согласны с возвращением выходного дня. 20% респондентов остались равнодушными к этому вопросу, так как они не работают. А вот авторы других ответов оказались категоричными. Это можно было бы считать праздником, если бы законы Конституции действовали во благо народа. Если бы основы Конституции строго соблюдались, то можно было что-то праздновать. Если бы вы про него не написали, никто бы и не вспомнил. Если 12 декабря рассматривают как возвращение Красного Дня календаря, то новогодние праздники попадают под сокращение. В Госдуму был внесен законопроект о сокращении нерабочих праздничных дней только до трех выходных. 1 января – Новый год, 9 мая – День Победы и 12 июня – День России, сообщает Российская газета. Авторы этой инициативы уверяют, что длительность новогодних каникул не всегда совпадает с желанием и возможностью россиян отдыхать именно в это время года. Подобный проект уже вносили на рассмотрение в Госдуму в январе 2015 года. Однако поправки принято не были. Екатерина Студенова, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказыва. Новости ТВ Рассказыва.